Вся глава 10 надо читать и пересказывать. Так вот, выяснилось, что духовная культура обладает свойством не только отражать действительность, но и предчувствовать. И уже в начале 20 века стало распространяться ощущение кризиса, ощущение распада окружающего мира. И в это время появляются две, так сказать, великих книги. Это русский философ Бердяев, заметьте, как они называются, «Конец Европы», и с другой стороны «Немец Пендлер», «Закат Европы» или «Закат Европейского мира». То есть, как бы предчувствие того, что Европа заканчивает свое, в какой-то форме существование. И вот здесь опровергалась вера в бесконечный прогресс Европы, высказывались идеи неизбежной смены культур. И вот смена культуры и внутри культуры стала проявляться уже до Первой мировой войны. В искусстве реализм стал сменяться модернизмом, от слова «современный». Реализм, когда, так сказать, фотографически показывают действительность. То есть, реалистичные портреты, реалистичные натюрморты. То есть, чем ближе, вот как бы мы сейчас сказали, к фотографии, тем лучше. И это проще понималось народом. Модернизм, от слова «современный» – это даже не течение, это набор течений и групп, которые отрицали традиции и идеалы прежнего искусства. Входящие... Ох ты, блин, опять опечатки. И вводящих новые художественные формы. То есть, эти самые традиции реализма, они полностью отрицались. И вот у вас тут пишут, вот мне очень понравилось. Художники-реалисты 19 века считали необходимым занять некую позицию по отношению к изображаемому. Передать чувство сопереживания, симпатии или антипатии. И вот здесь у них появилась формула «я люблю это» или «я не люблю это». А представители модернизма ограничивались предъявлением объекта, часто не стремясь обнаружить в нем особый смысл или передать свое отношение к нему. Их формула – вот она, вот это. Сам решай. Нравится, не нравится, принимаешь, не принимаешь. То есть, в модернизме проявлялась именно новый идеал. Ты просто показываешь. То, что хотел изобразить. А как это воспримут все остальные, это не суть важна. Ты передаешь ощущения и фантазии художника. Вот. И особое место в это время занимал стиль модерн. Вот у вас тут пишут эти самые... Обратите внимание на различие понятия модерн и модернизм. Это вам немножко расписал. Модернизм – это совокупность художественных неореалистических направлений в искусстве второй половины 19-го, середины 20-го столетия. Тогда как модерн – одно из названий стилевого направления в европейско-американском искусстве начала, конца 19-го, начала 20-го века. Вот. И модерн распространялся в Европе под разными названиями. Например, во Франции – Арнуво, в Германии – Югенстиль, в Австрии – Сессион. Он основывался на идее о том, что искусство создает прекрасное и привносит его в жизнь. И включал в себя синтез разных искусств – архитектуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. В нем часто сочетались элементы разных стилей – европейских и восточных, современных, традиционных. Модерн все же был в значительной степени стилем индивидуализированным для избранных. То есть художники-модернисты, они высказывали свое видение мира, но не требуя у публики, у широкой публики, понимания того, что они выдали публике. Не понимаете, значит, вы не избранные. Вот только избранные, только особо развитые могут понять то, что я хотел вам показать. Ну вот модерн не очень долго просуществовал как отдельное течение. И стали появляться течения группы, которые объединены течения и групп под названием «Авангардизм». Это группы и течения, ведущие поиски новых художественных форм. И вот там, возьмите тот же самый Майковский. И как он варьирует формы, размер стиха. До него этим, в общем-то, никто не занимался. Это вот он, футуристы российские. Ну, вот такой живой пример. И стали появляться такие течения, как, например, фавизм. От французского «фове». Фов – это дикий. Это один из первых авангардных стилей. Представители фавизма смело экспериментировались с цветом. Не боялись необычных и дерзких колористических решений. Color – цвет. Цветовых решений. Вливали в палитру фонтанирующую энергию. Передавали красками личные эмоции. Художники и фависты отказались от линейной перспективы и светотени. И вот вам картина одного из самых известных художников-авангардистов – картина «Танец». Очень красиво. Очень и цвета такие подобранные. Честно говоря, я представитель реализма, наверное. Или просто я обыватель, который требует от картины фотографической точности. Но я, честно говоря, не очень понимаю прелести этого вида искусств. Мы как это лохи или как сказать. Далее. Примитивизм. Примитивный – это стиль живописи, в котором художник сознательно использует упрощенные формы, образы и выразительные средства при написании картины. Экспрессионизм – это художественный стиль, в котором автор стремится показать не объективную реальность, а свое субъективное видение, эмоции и реакции. То есть эмоциональное видение. То, как он это видит. И то, что у него эти события, предметы в нем вызывают. То есть чисто свое видение, которое совершенно необязательно должно совпадать с вашим общим, так сказать, народным. Кубизм – это вообще прелесть. Одно из направлений в абстрактной живописи появились в начале 20 века. Для него характерно переложение привычной глазу трехмерной модели восприятия мира в двухмерную. Изображение строится из сочетания геометрических фигур. Родоначальником кубизма и самым известным и дорогим художником в этом стиле считается Пабло Пикассо. Кстати, могу вам сказать, что вот эти вот куча новых направлений в искусстве, особенно в изобразительном, часто перемежались у художника. Один и тот же художник сначала занимался одним, вот, например, Пабло Пикассо начинал с кубизма, а закончил абстракционизмом. То есть художники переходили от одного стиля живописи к другому. Абстракционизм – стиль живописи в искусстве в целом, отвергающий реалистическое восприятие окружающего мира. Его последователи изображают простые сложные формы, играют с цветом, используют линии, плоскости и другие объекты, комбинируя их так, чтобы создать у зрителя определенные эмоции. Ну, давайте посмотрим. Примитивизм. Я вот выбрал две картины примитивизма. Это вот наша француз Луи Виван, сцена в порту, и российская Мария Примакова. Ушатка схватила рака. Прелесть какая, да? Что такое ушатка? И как это все изображено? То есть художник специально примитизирует. Вот в России это выходит в такую лубочную картину. Лубки – это первые, самые простые картины, которые продавались на базарах. Самые такие простые, примитивные, дешевые. Их люди покупали, развешивали в избах крестьяне. Вот вам примитивизм. То есть самый простой у шатка и достаточно сложный, но все равно примитивные фигуры, изображения фигур – сцена в порту. Экспрессионизм. Ну, вот одна из самых знаменитых картин – Мунк Крик. Опять же, несложно это понять, честно говоря. Но это одна из самых известных и дорогих картин в мире. Экспрессионизм проявлялся и в архитектуре. Кстати, многие авангардистские течения проявлялись в архитектуре. Башня Эйнштейна. Архитектор Эрих Мендельсон. Заметьте, 19-21 год. Какая башня. Вот вы сразу прикидываете. Кстати, потом будете смотреть в учебники, тоже прикидываете. Да, это еще классно. Но прикидывайте, захотели бы вы жить в таких домах. Вот в учебнике там прелесть. Кубизм. Пабло Пикассо. Студент. Бельма, хочешь, мы нарисуем твой портрет студентки? А Хуан Грис нарисовал самого Пабло Пикассо. Тоже в стиле кубизма. Кубики, 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 кубики. Все, Бельма, попрошу нашего учителя рисования нарисовать твой портрет в стиле кубизма. Абстракционизм. Первая абстрактная акварель. Это российский кандинский. Кстати, тот самый кандинский, который впоследствии нарисовал терный квадрат. Вот Марк Ротко мне нравится. Вот эта вот глубина смысла с желтого фона и красно-белой полосы. Прямо глубина смысла, глубина формы, цветовая гамма. Да нифига в этом. Извините, не понимаю. Вот. 14-18 год. Мировая война. Она потрясла основы общественного устройства. Одна из особенностей культуры 20-30-х годов размежевания художников и творческой организации по единополитическим признакам. Вот тут уже, так сказать, не просто взгляды на живопись или литературу, а принадлежность к каким-то течениям идейно-политическим. Нет, черный квадрат это больше сейчас к абстракционизму относит. Так вот. Не приставите ко мне, а то я опять ничего не успею. Я к тому, что вот писатели потерянного поколения. Вдумайтесь. Потерянное поколение. То есть люди, участники войны. Вот Эрих Морей, Ремарк, немец. Эрнест Хемингуэй, американец. Они участвовали в войне. Они видели смерть, боль своими глазами. И когда они вернулись, оказалось, что они, вот эти ветераны, они никому не нужны. Особенно это проявляется у Ремарка. Его роман «Три товарища» про трех друзей, которые после войны... Да, 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 Белим. Вот «Три товарища», они пришли с войны, и оказалось, они никому не нужны. Ни государству, ни людям. Никто им не говорит спасибо за то, что они воевали. Никто им не помогает. Они должны сами выкручиваться. И вот, не знаю, вот мне было тяжело Ремарка читать, потому как вот такое, знаете, пессимистическое настроение пронизывает и практически все его эти самые. Кстати, Белима на Западном фронте без перемен настолько возмутила... Она вышла в 1929 году, настолько возмутила нацистов, что Ремарка лишили гражданства и изгнали страну. Скажите спасибо, что они посадили в конславию. Многих писателей увлекла борьба против неравенства и несправедливости. Андрей Барбюс, Ромен Ролан, Густав Манн, Теодор Драйзер. И они в своих произведениях показывали ту вот эту вот несправедливость современного тогда общества. Некоторые мастера культуры обращались к новым социальным идеям. Бертольд Брехт, это вот его знаменитая трехгрошовая опера. Кстати говоря, первое время она даже запрещалась. Ну, не то, что там открыто запрещалась, но ее не рекомендовал ей ставить на сцене. Это пьеса. Потом она сейчас одна из самых известных брехтовских пьес. Возник новый жанр, социальная фантастика. Вот Замятин, Роман Мы, самый первый. Хаксли, прекрасный новый мир. Ну и знаменитый Оруэлл с его 1984. Вы понимаете, они брали какие-то новые идейно-политические течения и как бы их воплощали в своих романах будущего. То есть это утопии и антиутопии. И в этом проявлялась попытка предвидения, как это может быть в будущем. Ну, Оруэлл, как вы знаете, в 1984. Все животные равны, но некоторые равны. Что не так сегодня? Вот. В послевоенном изобразительном искусстве появились течения и реалистической, и модернистской направленности. Вот в учебнике у вас отмечается именно Ривера, Роско и Сикерос. Это мексиканская группа художников. Они участники мексиканской революции 10-13 года. И они, вот так сказать, вынесли из этой революции вот это новое виденье. Они, причем, они занимались в основном монументальной живописью. То есть расписывали здания, общественные какие-то, я не знаю, здания не жилые, как сейчас молодежь рисует, а именно общественные здания. Там играли красками, металлическими конструкциями. То есть лицо частично краска, частично из металлических какие-то полос и вмятин. Сикерос вообще он дожил до, по-моему, в конце 60-х и в начале 70-х он умер. И очень много в Мексике, так сказать, его этих вот произведений на зданиях до сих пор остается. И в модернистском движении появилось новое направление – сюрреализм. Это направление авангардное, которому свойственно парадоксальное сочетание форм и применение аллюзий. То есть своих, так сказать, то, что у тебя в мозгу происходит. Последователи сюрреализма черпали творческую энергию из глубин подсознания, умело совмещали в своих произведениях реальное и вымышленное. Вот. Сальвадор Долин – один из самых ярких представителей сюрреализма. Лицо войны. По-моему, это страшно. А вот «Сын человеческий» – яблоко, вспомните, Адам и Ева, яблоко. Реалистичная картина и яблоко вместо лица практически. Вот. 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 Ну, я не могу сказать ха-ха-ха, но, по крайней мере, это очень своеобразный взгляд на реальность. Сюрреализм. Вот. И вот еще, что я хотел сказать, что как раз вот в 20-е годы, после мировой войны, очень сильно стала развиваться архитектура в смысле вот рационализма, функционализма. Если раньше дома строили по заказам и каким-то товарищам, пардон, и каким-то товарищам там богатым, которые объясняли, что они хотят видеть, им на заказ строился здание такое, как им нравится, то теперь, значит, вот с появлением новых материалов, железобетон, арматуры, стали появляться такие функциональные дома. Не украшенные, как это было прежде, а именно дома, вот как тут у вас пишут, сейчас, just a moment, как самый, так сказать, яркий представитель европейского функционализма, француз Карбезье сказал, дом – это машина для жилья. Машина для жилья. Это не произведение искусств, это не связанное с каким-то искусством. И вот стали строить многоэтажки, стали строить целые жилые комплексы, кстати, в Советском Союзе тоже потом перешли на это. Именно комплекс, в смысле, там жилье и инфраструктура, магазины, больницы, детские садики и так далее. Вот, то есть, это целый комплекс. Именно они должны функционально служить человеку. Машина для жилья. Вот, с другой стороны, эти самые, ну вот, у французов Карбезье, у этих самых, у немцев Bauhaus, тоже самое, сплошной функционал. А с другой стороны, наряду с такими урбанистическими, городскими направлениями архитектуры, стали возникать в 20-30-е годы проекты, основанные на идеях сохранения близости человека и его жилища к земле, к природной среде. Посмотрите в учебнике, дом над водопадом в США. То есть, понимаете, водопад вытекает из-под веранды дома. И веранда очень оригинальная, посмотрите. Вот, то есть, жилье должно вписываться в природу. И должны строиться маленький город-сад, какие-то предместия больших городов на 30-60 тысяч человек, где именно жилища человек должны сливаться с природой. Или, по крайней мере, стараться сливаться. Вот. Ну, про кинематограф Чаплина вы прочитаете сами. Вот. Я бы еще... Просто осталось мало времени. Я бы хотел сказать про тоталитарную культуру. Фашизм и нацизм. Особенно нацизм. Ну, вы в курсе, да, что Гитлер объявил арийскую нацию самой-самой-самой. То есть, они потомки древних ариев. И поэтому они супер. А все остальные это уже второй сорт. А то и третий. Здесь большую роль сыграл Фридех Ницше, философ немецкий. Отрицание в общепринятых христианских ценностей, как морали рабов, культивной личности, возвеличивание сверхчеловека. И немецкая культура стала изображать именно немецкого сверхчеловека. Причем, заметьте, немецкие обязательно. И вот в культуре Германии тогда, именно вот здесь пишут вас, немецкая земля, немецкий труд, немецкая мать, немецкий солдат, защитник Германии. В фильме «Обыкновенный фашизм» в первой серии, где становление Гитлера и фашизма, очень хорошо показаны вот эти вот выставки. Голова Гитлера из свиного сала. Прикиньте, кусок свиного сала. Билин, ты хотела бы, чтобы твою башку сделали из свиного сала? Вот. И само изображение, ну, изображение Гитлера, там, мешки. Я потому тебе и предложил, а не Алексееву. Вот. Я к тому, что изображение мускулистый мужчина, такая развитая женщина, так как, что будут широкими бедрами, которые легко будут рожать будущих солдат. Ну, кстати говоря, не секрет, что после войны над Советским Союзом и захват всей Евразии...